Мой дружок пирожок, тебе хочется покупать самые дорогие тачки, скупать недвижимость не думая о цене, играть только в свое удовольствие, избавь себя от унылого фарма, заходи в мою группу по прокачке, обеспечим валютой, уровнем или полной прокачкой персонажа. Прокачиваем как на ПК, так и на все консоли, включая новую плойку и коробокс. Ссылочка на группу в описании под видео, переходи и заказывай. Здравствуй мой дружок пирожок, перед тобой бей 10ф, спорткар который на мой взгляд выглядит просто пиздато, но многие его хуй сосили за технические характеристики. Лично мне бричка зашла, да у нее есть дикие косяки с управлением и сцеплением, но это далеко не днище спорткар который выпустили просто ради того чтобы добавить хоть что-то, хотя вероятнее всего так это и есть. Цена данной брички или М675 тысяч баксов, ценник далеко не конь. К тому же существует еще широкая версия, которую можно будет затюнинговать у Бенни еще на 575 тысяч баксов, но об этой бричке мы поговорим, когда она выйдет в свет. Что мне нравится в этом спорткаре, конечно же внешка, роки стали делать автомобили не просто выкидыш слона с пингвин, а реально схожие на реальные автомобили как спереди так и сзади. Также тут есть активный спойлер, который естественно мы будем убирать обычным спойлером, и хоть это вам никак не поможет на гонках или просто во время езды по Лос-Сантосу, сделать это надо, ибо всегда я так делал. Салончик тут современный и весьма приятный. Про внешку я уже говорил, со всех сторон, включая верх и бока, автомобиль выглядит превосходно, но это все вкусовщина. И как вы видите, тюнинга на данной бричке нет, ибо он тут нахуй не нужен, это же Audi R8, какой тут тюнинг? Тюнинг нужен старым японским бедрам, ибо без него они выглядят как такси эконом класса. В общем если эта бричка внешне тебе понравилась, то понравятся и тесты. Я постараюсь деликатно рассказать обо всех изъянах этого автомобиля и сделаю все, чтобы ты купил ее и даже не пожалел об этом. А теперь к тюнингу этого автомобиля. Как по мне, это просто трата своего времени, которая ни к чему не приведет. Естественно все технические характеристики поднимаем, а вот что насчет внешки, все мимо кассы. Можно ковырнуть анус так, что кровь из жопы пойдет, но если наебенеть сюда все юбки, раскраски и остальную лабуду, то кровь может пойти уже из глаз. Мне лично поебать какого цвета будет ваш автомобиль, а не мне раскрасок нет, поэтому можно выдохнуть и считать что автомобиль никак испортить нельзя. Что касаемо спойлеров, ставить его не обязательно, лучше оставить этот обтекаемый силуэт, который сам будет выдвигать спойлер когда это необходимо. На графике мы видим что сцепление вкачано на максимум, это лютый пиздеж, примерно такой же как заявление квадратной головы, что его альбом долгожданный. Всем было поебать до выхода, и так же поебать и после выхода. Я лично этот засохший кал, треки которого не были выпущены когда они были записаны из-за своей никчемности, не слушал. И вряд ли мое мнение изменится. Что же касаемо этого автомобиля, для меня он как Абба, хотя это пиздеж, нет такого охуительного автомобиля в GTA Online, который можно было бы сравнить с Аббой. Я все это к тому, что ебаный тюнинг, который я тут ковыряю вообще не заслуживает внимания. А вот тесты глянуть можно, поэтому перейдем к ним. После того как в комментах этот автомобиль засрали, я если честно был настроен негативно к этому автомобилю, а зря. Например максималка тут такая же как у Гроулера или Нео. 196 км в час, и это весьма достойный результат. Для шустрых покатушек по трассам Лос-Сантоса 10F подходит. На драк-райсинге важно знать стоит и задний привод, хотя по всем ощущениям во время езды и поворотов, это полный привод. Я даже не знаю как бы эта бричка поворачивала, будь у нее реально полный привод. Ну да ладно, разгон тут уверенный, но плавный, ощущение разгона и драйва есть. На 1-4 миле 10F замыкает 15 позицию лидеров, но что происходит дальше? На 1-2 это уже 8 позиция, хотя некоторые автомобили наоборот после 1-4 уже сдуваются и теряют свои позиции, но 10F продолжает набирать обороты и ускоряться. Эх, была бы тут возможность включить призраки других протестированных автомобилей. 10F взъебал бы многих, ибо финиширует он на 4 позиции. Очень достойно. А теперь к неприятностям, сложная кольцевая далась этому автомобилю весьма сложной. 15-я позиция, не все так плохо, но все же вы должны знать что эта бричка практически не поворачивает. Сцепление не дает 10F чутка закрутить зад, чтобы войти в поворот со свистом. Это очень туго и не поддающийся никаким махинациям при повороте спортка. Это конечно же печально, и знаете что, не только за это этот автомобиль не любит. И самое печальное вы узнаете из тестов на Гранд Туризма. А что касаемо сложной кольцевой, тут виден только один изъян, это управление. Сцепление на малых скоростях тут держится отлично, ибо нету никаких перепадов высот и кочек при поворотах. Ускорение тут чувствуется, а вот торможение после этого ускорения не очень, и хоть я не могу сказать что торможение отвратительное, оно могло бы быть и понадежнее. В общем ощущения от езды можно сравнить с липким задом после смачного басистого пердежа. Вроде не обосрался, а ощущения такие присутствуют. На Гранд Туризма я показываю лучший результат, и даже когда автомобиль ведет себя неадекватно, это не всегда можно заметить во время тестов. Вот примерно что с вами будет происходить на трассе и на больших скоростях, когда вы решите войти в поворот. Весь гнилой косяк этого автомобиля заключается в том, что тут самое уютничное управление, которое никуда не поворачивает когда надо. Но эта блядская помойка умудряется еще уходить в резкий и неприятный неуправляемый занос. То есть это как ходить по хуй на тонкому льду. Ты либо как улитка ползешь полметра в год, либо проваливаешься к хуем и погибаешь. В общем эта бричка абсолютно не годится для любых гонок. Конечно же вы можете обвинить меня в кривости рук, и вообще какого хуя я лезу в тесты автомобилей, когда ездить не умею. Таких гомунклов я посылаю нахуй, а дружочки пирожички знают, что как вожу я, водит и большинство, а значит тесты могут считаться объективными. Так вот на 10F, чтобы не уходить в неуправляемые заносы наоборот, чтобы бричка входила в поворот при топорности своего управления, мне приходилось почти всегда отпускать газ и молиться чтобы автомобиль прошел по лучшей траектории. И у меня это довольно таки успешно получалось, ибо несмотря на косяки, которые я вам показывал перед этим заездом, автомобиль чувствуется, его можно быстро понять, и даже простить, и когда вы его поймете, вы поймете что хасанить по городу на этой бричке без последствий не получится. На этом автомобиле нужно ездить на средних скоростях, а чтобы он вам хоть чуть-чуть доставлял удовольствие, можно напрямую давать газу, ускорение тут отличное, чувствуется вот эта вся динамика и остальная хуйта, когда экран трясется, движок воет, и кадры начинают проседать. А вообще если кататься на ней с фреймрейтом в 10-15 кадров в секунду, то вообще кажется что автомобиль вот-вот преодолеет скорость звука. Покупать эту бричку или нет? Сейчас я говорю да, ибо интересно будет какие технические характеристики будут на широкой версии, и естественно чтобы сделать широкую версию, придется брать вот эту бричку. Но тут два момента, после которого вы можете послать меня на хуй. Во-первых после тюнинга тачка станет более уебичной. Все таки широкая версия это уже гоночный корч с бодикитом, и ни о какой красоте автомобиля говорить не приходится. Во-вторых он может стать не намного лучше обычной версии. Отсюда возникает повторный вопрос, покупать или нет? Тогда я скажу что все таки нет. Если вы не фанат ауди и внешка этой брички для вас не более чем симпатичная. Я больше чем уверен что зимой или весной этот спорткар будет стоять либо в казике, либо в автоклубе. Тогда его можно будет получить бесплатно, и это как по мне идеальный вариант приобретения этого автомобиля. Лично для меня это бричка 6 из 10, где пятерка, это внешка, и плюс 1 за разгон и максималку. А вот управление и непредсказуемое сцепление съели как раз остальные 4 балла. На этом все мои дружочки пирожочки, спасибо всем за просмотр, и отдельное спасибо дружочкам пирожочкам за поддержку на бусте и в донатиках. Очень приятно. Всех благ вам, всем бэбэ, всем гэгэ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!